привет дорогие друзья сегодня у нас коробочка от компании регул мото это новинка 22 года что за мотоцикл мы сейчас с вами конечно же поговорим а сегодня для вас вещает диман борода а также оператора соведущий диман без бороды добрый день дорогие друзья и для кого важен размер вес габариты в упаковке а кстати упаковка теперь совсем другая мы видим фанеру сейчас мы быстренько вскрываем упаковку и вместе с вами посмотрим что же хранится внутри вот такая вот веселая разборка упаковки у нас получилось никакой металлической обрешетки которую мы все с вами привыкли видеть здесь уже ничего нет но зато очень легкий доступ к всем деталям которые были вложены в ту самую обрешетку мотоцикл на сказать с виду пришел целом следов проламывания следов разрушения целостей фанеры здесь нет а вот детали уложенные внутри упаковки так и просится наружу откручивать отвязывать нам не придется буквально одно движение и мотоцикл буквально освободился буквально от всего что лежало внутри но сейчас наша цель осмотреть что же здесь лежит конкретно показать вам ну и приступить наконец-таки к сборке данного экземпляра запчасти очень много я подозреваю что сборка будет очень долгой ну и наконец пришла пора представить что же находится перед вами наш объект сборки это регул мото т.е. 250 тур эндуро наш мотоцикл созданный для катания по дорогам любого качества на дальние расстояния в режиме туристического эндуро но в придачу к тому что вы уже увидели идет куча куча всего чего вы еще не видели да и мы кстати говоря тоже это содержимое упаковки было буквально напихано между мотоциклом и фанерой который был окантован силуэт этого мотоцикла никакой металлической брешетки которую мы привыкли видеть ранее здесь нет видимо экономия должна быть экономной мотоцикл представлен на эндуро покрышках ну а сам мотоцикл упакован крайне бережно сидение вот такого плана оно большое пухлое и мягкое что подчеркивает что это мотоцикл для дальних поездок как выглядит сам мотоцикл мы увидим с вами чуть позже а сначала заглянем все же в эту кучу полиэтилена и бумаги в которой упакованы надеюсь полезные скрытые в нем запчасти но начинаем мы со слов благодарности благодарность мотосервису м.с. который располагается в городе новосибирск на улице островского вот его адрес еще хотел бы сказать пару слов тем комментаторам которые волею судеб залетают под наши ролики и пишут там самые гнилостные самые мерзкие самые отвратительные и унизительные комментарии и сейчас говорю про тех людей которые погрязли по уши в политике но я считаю что так как наш канал находится вне политики вне религии и прочих явлений которые созданы разделять народы такие комментарии будут жестоко удаляться и поддерживать отвечать не конечно же мы с вами не будем поэтому ребят пишите либо умные комментарии по теме либо не пишите ничего и сейчас мы занимаемся распаковкой мотоцикла от компании регул мото и начнем мы с осмотра того что пряталась в упаковке первая деталь попавшийся под руку селфи палка как вы понимаете тот самый прибор с помощью которым мы будем делать селфи либо это будет поставка для мотоцикла давайте начнем с самого непонятного я реально не знаю что здесь но мне очень не терпится узнать и мы находим здесь верхнюю траверсу да не просто верхнюю траверсу а с приборной панелью а также замком зажигания содержимое упаковки очень очень многочислено а так это мотоцикл многофункциональный он имеет различные причин дал у для того что фиксировать багаж я начинаю понимать что это у нас элемент багажника самое интересное что тревожит людей какая же подвеску устанавливается на мотоцикл упакована все с любовью китайцы не пожалели упаковочной бумаги и вот уже сейчас показалось правое перо регулировок сверху нет снизу тоже нет без сомнений это левое перо я узнал его по суппорту закрепленному на нем завода и гидравлической магистрали кстати рычаг тормоза тоже закреплен здесь имеется концевичок это означает что у нас будет полный набор светотехники потому что данный мотоцикл как вы понимаете с птс мотоцикл прибыл к нам для изучения для сборки для снятия роликов и обзора с тест-драйвом после чего мотоцикл будет продаваться где и почем мы сообщим конечно же наших ресурсах так так здесь мы видим опять полиэтиленовую упаковку по форме и дизайну я понимаю что это будет держалка для пассажира сидящего сзади кстати очень увесистая штуковина дубль 2 вряд ли я ошибся это тоже ручка я уже в шоке я понимаю сколько болтиков сколько винтиков и сколько гаечек нам сегодня придется через себя пропустить точнее через наши руки исходя из опыта наших сборок наверняка вы заметили что сборка каждого эндуро мотоцикла чаще всего занимает в два раза времени больше чем мотоцикл который является спортснарядом ну либо так называемым красочем так у нас вот такой массивный хвостик стоп-сигнал есть отдельная секция для подсветки номера эта конструкция достойна уважения потому что она выполнена как-то прям прочно крепко и самое интересное какая же фара идет в комплекте фара выглядит очень тяжелый отсюда ощущение надежности и таких фар вы не встретите на мотоциклах версии кросс поп здесь у нас красивая линзочка ухты на линзована не терпится подключить и посмотреть как же там светотеневая граница и прочие причиндалы которые важны для дорог общего пользования очень интересно обязательно подключим покажем вам как она работает ну и начинается череда пластиковых элементов так но это вот что то что то что предстоит нам прикрутить я еще не знаю что но видимо это задней части мотоцикла вот так вот декорация у нас идет с левой стороны это присоединяется к бензобаку наклеечки наклеены более-менее есть защитная пленочка то же самое только с правой стороны ну заметьте цвет очень типичен для регулей это салатный с черным и серебрянка пластик у нас очень эластичный крутится буквально в трубочку сломать его будет крайне трудно а форма крыла очень оригинальная она очень широкая видимо производитель предусмотрел то что вы будете катать по дорогам видимо с какой-то значительной скоростью чтобы эта штука отсекала всю грязь от визора вашего шлема следующая снова пластик откуда и как он ставится мы разберемся чуть позже вместе с вами подобного мотоцикла вблизи мы еще не видели это новинка 22 года это не какая-то реинкарнация предыдущей модели и сегодня очень бы хотелось чтобы она ничем не огорчила нас выглядела интересно и стоила своих денег а с деньгами у нас на сегодняшний день полный сумбур сколько стоит мотоцикл сегодня и сколько будет стоить он завтра это абсолютно две разных вещи поэтому цену сегодня мы называть на него не будем кстати вот этот элемент крепится судя по всему на клипсы деталь которую мне в руках это облицовка или заднее крыло этого мотоцикла тоже очень широкая понимаю в этом месте будет крепиться металлическая основа багажника и последнее что мне удалось извлечь из полиэтиленовых упаковок это вот такие защиты перьев ничего особенного у них нет ну и теперь самое интересное чего мы ждали больше всего так нет это не самое интересное это содержимое вот этих вот коробочек которые сейчас мы с вами вместе осмотрим подозреваю что здесь зеркала не может быть кстати зеркала вот чем они хороши да тем что вы можете выбирать сложить их вам вот так вот спрятав их как бы к центру руля либо вы можете их разложить и пользоваться на дороге общего пользования для осмотра пространства позади вас так и последний ящичек который мы нашли а это видимо метис и очень надеюсь что здесь нету кислоты для заправки аккумулятора потому что это самое нелюбимое наше дело так защита рук ну как видим от пыли ось переднее крепление руля датчик скорости с небольшим количеством смазки подножка заднего пассажира лапка или педаль заднего тормоза зубоотбойник а джипи что то еще в пакетике инструмент для капиталки мотора о нет и кислота для заправки аккумулятора метис который мы так долго ждали с пружинкой для подножки лапка кпп ну уж и это могли бы не снимать но хотя видимо ее просто не ставили незначительное количество нейлоновых тяжек а также инструкция к мотоциклам регул мото все больше в коробке ничего нет а теперь рассмотрим как же выглядит мотоцикл абсолютно голенький не хихикать и так предлагаю смотреть еще раз хочу заметить что это не обзор мотоцикла это беглый осмотр если вы желаете посмотреть полноценный обзор на этот мотоцикл причем с тест драйвом вам придется перейти на наш второй канал димас ттр основной канал о бонус так приятно и там вы увидите полноценный обзор данного мотоцикла и так внимание барабанная дробь вот тот самый мотоцикл который абсолютно голенький мы видим полностью чего он собран и как собран давайте посмотрим поближе ну давайте теперь осмотрим и сделаем акцент на определенных каких-то ключевых точках а во-первых мотоцикл идет на эндуро покрышках производитель покрышек у нас не указан написано только найлон а также размер 30 на 21 тормозной диск большой сальнички имеются об остальном все потом что характерно для мотоциклов подобного класса куча 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 запчастей которые вам придется прикрепить своими руками двигатель который здесь скрывается это у нас 172 fm mpr то есть тот самый двигатель который имеет 6 передач ну и мощность в районе 21 20 лошадиных сил маркировка на двигателе очень ожидаемой синке 166 fm и такая маркировка встречается только на мотоциклах регул мото бак металлический массивный бензокран накручивается на резьбе руль есть комплекте он обыкновенный 22 а вот обогатитель находится на пульте который руководит практически всеми процессами в этом мотоцикле ручка газа рычаг сцепления поворотники надеюсь они будут lexus подножка она прикручена к мотоциклу уже сразу же вот на такую стяжку тратить время на ее установку нам не придется а вот здесь какая-то карта о чем она говорит я не знаю находится она в районе двигателя pr 250 синке 166 fm и далее набор цифр видимо это номер двигателя давайте поговорим про качество сварных швов то время когда сварных швов практически не было когда они отсутствовали вообще или были крутые непровары ушло в прошлое сейчас в общем-то сварка приемлема бугель здесь присутствует он металлический выполнен из труб круглого сечения именно сюда будет устанавливаться багажник с пластиковыми элементами места здесь полно для полноценных двух пассажиров имеется незамысловатый фильтр бокс причем диаметр патрубка здесь указан 42 миллиметра cdi элементы проводки разъемы все вроде как то есть некоторые из них гидрозащищенные ну и вот реле стартера в общем все подробности как говорится вы увидите при обзоре если они вам будут интересны самое главное что здесь установлен карбюратор не какой-нибудь pvk 34 который постоянно парит мозги на мотоциклах с водянкой обыкновенной pd-30 rm то есть это у нас мембранный карбюратор который очень послушный поддается регулировкам самая главная особенность этого карба что он очень экономичен а сейчас нас ждет очень творческая работа сборка данного мотоцикла не просто сборка а как всегда сразу сборкой мы посмотрим если смазка в рулевом механизме заглянем что же творится внизу что же скрывается в прогрессии ну а дальше мы начнем обрастать всеми теми запчастями которые сейчас валяются вокруг мотоцикла ну и прибудет с нами силы как говорится оставайтесь с нами а Продолжение следует... 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 в качественной смазке, ну и в целом в своевременном обслуживании. И у нас остается последняя проушина. Болт отсюда мы извлекали с большим трудом. Давайте попробуем вставить его сюда в холостую. И он сюда практически не лезет. Вот так феноменчик. Это означает, что в данном месте люфта у вас явно не будет, но при условии наличия смазки. Сейчас попытаемся добыть эту втулку, посмотреть, что же там скрывается под ней. Втулку пришлось немножко подработать, но теперь мы поставили на место и, я думаю, будем монтировать на мотоцикл. Смазки запихнули везде по самые уши. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 же наконец вес мотоцикла вам ничего сейчас не скажем для того чтобы вы набрались терпения и дождались выхода обзора на этот мотоцикл а вот там будет сказано все подробно обалденная фара с линзованным светом имеет четкую свето-теневую границу и сейчас мы специально вернем мотоцикл помещение покажем как же выглядит цвет фары установлю два удобных зеркала имеющие функцию складывания это очень круто потому что когда вы заезжаете в лес и не хотите сломать зеркала либо повредить ими что-либо себе в организме вы можете аккуратно сложить и это вас убережет но я думаю это все что мы сегодня хотели вам рассказать но пока наш канал прощается с вами как обычно диман борода для вас трудился и пытался показать рассказать что мы здесь встретили а также диван оператор без усталости держал камеру и снимал все происходящее до новых встреч дорогие друзья а также крутил гайки в общем то если ребят вы понимаете что происходит в мире и понимаете что мы находимся под угрозой различных санкций проходите на наш канал в telegram вступаете в него для того чтобы не пропустить никакую полезную информацию ну а если youtube не закроет то и слава богу встретимся на его просторах